Антраль. Для здоровья печенки и подсолнковые залозы. Антраль. Президент Мухаммед Бензаид Аль-Нахаян. И в Ряде его встретил наследный принц и председатель Совета Министров Мухаммед Бен Сальман Аль-Сауд. Короче говоря, с этими наследными принцами встретился питерский гопник, майор КГБ. И на самом деле даже на фотографиях, которые были видны, было понятно, что это люди совершенно разной культуры. При всем понимании того состояния, в котором сейчас находится арабский мир, арабская культура, но это все равно люди с совершенно разными генезисами. Не генетикой, подчеркиваю, а генезисами. То есть это люди, происходящие из совершенно разных культурных слоев и несущие в себе разные культурные наследия. И тут, безусловно, поскольку и те, и другие переговоры проходили за закрытыми дверьми, понятно, что какой-то ясности результаты эти будут понятны не скоро и не сразу. Встречали с огромной помпой. В Абудабе Путина, правда, шейх президента Объединенных Арабских Эмиратов его не встретил, но зато вместо себя он послал строевых верблюдов. И верблюды встречали Путина очень, так сказать, торжественно. Ну, кроме всего прочего, небо было выкрашено в цвета российского флага. То есть по этому поводу страшно радовалась Маргарита Симоньян. Говорила, что такого не было никогда. Ну, действительно, красить небо... Ну, траву красили в России, снег тоже красили, а вот небо, чтобы красили, такого не было. Вот, здорово. Ну, короче говоря, вот что по этому поводу я могу сказать из того, что я понял в ходе этой поездки, зачем она была, что в результате. Тем более, что сегодня состоится встреча Путина с президентом Ирана. И понятно, что это, в общем, одна история. Понятно, что это один политический ход, большой, серьезный политический ход. Очевидно, что у этой встречи, ну, скорее всего, были экономические цели. Экономические цели понятны. Все три страны, производители нефти, и поэтому они заинтересованы, все три заинтересованы в высоких ценах на нефть. Но каково соотношение этих экономических целей с политическими целями, а именно с попыткой, ну, что называется, поделить бонусы или убытки от событий 7 октября. То есть, речь идет о том, что сегодня мы наблюдаем, как мне кажется, более того, я убежден в этом, мы наблюдаем проявление бенефициаров этого события. Да, безусловно, Саудовская Аравия планировала совершенно другое. Планировались переговоры с Израилем и серьезные союзнические отношения с Израилем. Сегодня, в результате вот этого теракта 7 октября, никаких союзнических отношений с Израилем у Саудовской Аравии, ну, в обозримый период не будет. Китай и Россия сделали все, ну, Иран, естественно, сделали все для того, чтобы разрушить вот эту конструкцию миропорядка на Ближнем Востоке, которая складывалась. И на сегодняшний момент, в общем, складывается совершенно другая конструкция. Это, видимо, все-таки какие-то, благодаря усилиям Китая, какие-то отношения между Ираном и Саудовской Аравией. И вот треугольник выстраивается, или там четырехугольник выстраивается между Россией, Ираном, Саудовской Аравией, Объединенной Арабской Эмиратой. Четырехугольник не сложится, потому что все-таки противоречия между Ираном и Саудовской Аравией достаточно велики. Но, тем не менее, ну, вот какие-то, какой-то, скажем так, пульсирующий четырехугольник, он возможен. И Путин пытается создать вот эту вот, ну, такую своеобразную фигуру зла на Ближнем Востоке. Ну, давайте просто без понимания того, что там конкретно говорилось. Но, тем не менее, мы понимаем, что Путин может контролировать, что он не может контролировать. Путин полностью на сто процентов контролирует то пространство, которое ошибочно называют государство Сирии. Потому что в Сирии нет никакого государства, надо отдавать себе в этом отчет, там есть режим Асада. И вот это вот террористический фашистский режим Асада Путин контролирует полностью, просто на сто процентов. Вот, ну, тут я не знаю, насколько со мной согласятся эксперты по Ближнему Востоку, но я так думаю, и для этого есть основания. Потому что режим Асада в значительной степени стоит на штыках путинской армии. Вот, это точно. В значительной степени Путин не контролирует Хамас, но Путин имеет серьезное влияние на Иран. Это тоже достаточно очевидно. И через Иран он может влиять на Хамас. И Хамас действительно продемонстрировал, что Путин для него является союзником. Потому что первый визит дипломатии, ну, просто есть поступки, есть шаги. Первый визит Хамас после вторжения совершил в Москву. Понятно, что это дорогого стоит. Так что, какое-то влияние на Хамас, как непосредственно, так и через Иран у Путина есть. Что это означает для, так сказать, возможности Путина выстраивать в целом новую конструкцию на Ближнем Востоке? Ну, в каких-то ограничениях, но тем не менее, Путин может это делать. Потому что, то есть, все это направлено жестко против Израиля, направлено жестко против Соединенных Штатов Америки. И надо сказать, что в целом, в общем, Путин, скажем так, пока, вот на сегодняшний момент, ветер дует, вот ветер, геополитический ветер дует в паруса Путина. Это вот, ну, по крайней мере, на Ближнем Востоке это так. Посмотрим по итогам сегодняшних переговоров Путина с президентом Ирана, насколько удастся закрепить, насколько сделать этот ветер устойчивым. Путин, в принципе, здесь улавливает неплохо интересы всех главных участников, главных акторов Близневосточной политики, потому что, ну, например, Объединенные Арабские Эмираты. Резко, на самом деле, как ни парадоксально, вот это достаточно миролюбивая страна, такая туристическая мека. Ну, что такое Дубай, это все знают, я не помню, я сейчас, к сожалению, не успел подготовиться, не посмотрел данные турагентства. Ну, по-моему, под миллион, вот в этом году, кажется, около миллиона человек в России посетили, из России посетили Дубай. И, причем это произошло после нападения России на Украину, Эмираты превратились, ну, просто в мекку такую российской деловой активности, международной торговли и, значит, туризма. То есть, фактически из Европы в Дубай перебрались нефтяные российские трейлеры, рекой туда потекли российские деньги. Там очень многие уехавшие после начала войны бизнесмены и их семьи переселились в Дубай. То есть, это действительно так. И это очень соответствует, значит, политике президента Арабских Эмиратов, Объединенных Арабских Эмиратов, шейха Мухаммеда, и его стремлению закрепить за своей страной такой статус новой Швейцарии, нейтральной, богатой страны, которая является магнитом для торговцев, финансистов всего мира, для туристических компаний. То есть, ну, вот такая вот ближневосточная Швейцария получается. И война Путина против Украины, она этому способствовала, потому что, ну, по крайней мере, российские деньги туда перетекли. Насколько это будет устойчиво, предсказать довольно сложно, но здесь явно совпадение интересов. Парадоксальное, но совпадение интересов. Вот, то есть, такой вот четырехугольник, странный, противоречивый, Путин, видимо, смог выстроить. Это Россия чудовищно противоречивая, потому что понятно, что гигантские противоречия между шиитским Ираном и Сунидскими Объединенными Арабскими Эмиратами и Саудовской Аравией всегда были противоречия огромными. Но, вот, Путин выстраивает вот этот противоречивый треугольник, опираясь, в том числе, на свое полное стопроцентное влияние, в том числе, в Сирии. Что, в общем-то, в значительной степени создает ему такую контргруппу против Израиля на этом участке Ближневосточного мира. Посмотрим результаты, но пока, еще раз говорю, пока эту партию Путин не проигрывает точно и скорее-скорее выигрывает. Вот, ну, а главное событие, конечно, еще раз подчеркиваю, главное событие сегодня происходит на Украинском фронте, вот, где я пока не вижу никаких особых подвижек. Но, все еще впереди. И, в общем, так сказать, пока можно сказать, что, несмотря на гигантские жертвы, на огромные жертвы с двух сторон, особенно под Авдеевкой, но, тем не менее, война, пока, можно сказать, находится в какой-то точке равновесия, неустойчивого равновесия. Во многом, многое будет зависеть от того, когда все-таки придет американская помощь. Я абсолютно убежден, что до конца года она придет. Пока вот эти, если не ошибаюсь, 170 миллионов, которые дополнительной помощи выделили Соединенные Штаты Америки, об этом вчера сказал Блинкин, понятно, что это не та помощь, которая может переломить ситуацию. Ждем окончательного решения. Продолжение следует...